Знакомьтесь, это Тайсон и Ариэль. Маленькие артисты приехали к нам из Иркутска. Несмотря на юный возраст и небольшой размер, они главные участники шоу. Посмотреть действительно есть на что. Как говорят организаторы, аналогов ему в стране нет. Перевозить нерпы очень тяжело, потому что они требуют воды определенной, то есть байкальской. И нерпы передвигаться, собственно говоря, не могут. Но мы решили, нашли способ, воду нашли, перевозить нерпы по России. То есть это будет единственное теперь в России такое шоу, которое мы будем перевозить. Таких аналогов больше, в принципе, не существует. Условия содержания животных достаточно строгие. Пресную воду нужно постоянно менять. К тому же ее температура не должна превышать 3 градусов. Чем прохладнее в бассейне, тем лучше чувствуют себя эти милые создания. Да и к особому режиму нерпят тренерам тоже нужно привыкнуть. Ночь – самое время для репетиций. С 12 до 4 утра у них самый пик активности. В это время они в байкале охотятся. Здесь же мы с ними занимаемся. Животное очень умное. У них мозг работает на 70%. Сравнивается интеллектом с дельфинами. У человека мозг работает на 12%. То есть намного умнее нас. Но животное очень характерное. Так как могут обидеться на что-то, либо уйти под воду и не работать. Тренеры начинают заниматься с маленькими нерпами примерно в полтора месяца. Наши герои Тайсон и Ариэль обучаются трюкам уже полгода. А Олан-Удэ – это первый город, в котором милые артисты дают свои выступления. Посмотреть, как нерпы играют в футбол, танцуют вальс, ламбаду и мило целуются, вы можете в передвижном нерпинарии на площади у торгового центра «Пионер». Каждый день, кроме понедельника, вплоть до 1 марта. Юлия Пермякова, Вячеслав Батоев. Первая альтернативная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова